Количество туристов, которые отравились в Прикарпатии, продолжают увеличиваться. С симптомами пищевого отравления госпитализировано уже 37 человек, из них 27 дети. Среди пострадавших украинцы, поляки и немцы. Все отдыхали в частном санатории в нескольких километрах от Верховины. Подробности выясняли наши корреспонденты. Верховинскую районную больницу первых пациентов начали привозить еще вчера, начиная с двух ночи. Утром инфекционное отделение было переполнено. С подозрением на пищевое отравление госпитализировали сразу 13 человек. До нас доставлены пациенты с знаками гастроэнтерокулита. Сейчас их состояние покращивался. В основном это легкий состояние. Ну, несколько человек было с средней важностью. Среди пострадавших поляки и немцы. Есть несколько человек из Донецкой и Харьковской областей. Все из туристического комплекса «Сияние Карпат». Заехали они туда несколько дней назад одной большой группой. 18 воспитателей и почти 50 детей. Напередодня имели такую спильную вечерю. Детально про те продукты, которые были, которые вживались, я на разе сказать не могу. Сейчас работают соответственные органы и этим, власне, занимаются. Владелец заведения уверяет, еда, которой кормили гостей, не могла вызвать отравление. Говорит, кроме этой группы в отеле отдыхают еще более 50 человек. На ужин все ели одинаковое блюдо, но у других никаких жалоб на здоровье нет. В заведении санэпидемиологи уже собрали все соответствующие пробы. Результаты экспертизы пока неизвестны, но предварительная версия, что же могло спровоцировать массовое отравление, у специалистов уже есть. С уста окременных хворых мы узнали, что участники этого захода, который там происходил в Верховине, поживали торт, ингредиенты для которого они привезли с собой при таких температурных условиях сегодня. И без належного холодильного обладания, соответственно, это могло быть причиной того, что данная особа захворела. Но не исключают эксперты, что отравление могло произойти из-за халатности руководства заведения. При проверке специальная комиссия выявила в отеле целый ряд грубейших нарушений. У персонала нет санитарных книжек, отсутствуют документы о происхождении продуктов питания. Тем не менее, санаторий все равно работает. По данным местных СМИ, сияние Карпат – это бизнес семьи Ивана Шкендюка, председателя Верховинского районного совета. Однако в его декларации нет сведений о владении данным объектом недвижимости. На сегодня количество заболевших уже достигло 37 человек. Окончательное ли это данное, пока неизвестно. По факту массового отравления правоохранители начали уголовное производство.